доброе здоровье уважаемые посетители моего канала мне попалось очень интересное видео сейчас она будет вот здесь вот и я его прокомментирую оно я думаю очень многим поможет тем более чтобы я хотел сказать я во вчерашнем видосике так сообщил что от модного заболевания то вообще там от заболевания умирают очень богатые люди я в который раз говорю вы хотя бы какую-то медицину для себя сделайте которая реально помогает а не ту которая залечивает прислушивайтесь к этому есть реальные люди вроде меня других головатых людей которые кое-что знают ну давайте вернемся к этому видео которым я хочу прокомментировать я врач уже много лет 54 года 1966 году закончил одесский медицинский институт в 1973 году с женой и дочкой мы приехали в израиль с того времени работаю старожил да то что я предлагаю это дезинфекция носоглотки мы взяли количество определенное лимонного сока для того чтобы выпить и этим продезинфицировать горло достаточно столовой ложки не медленно выпить или может быть полоскать голову этим можно полоскать но в принципе не надо потому что только прохождение лимонного сока уже делает очень быстро и нужно сделать то есть сделает очень быстро дезинфекцию слизистой оболочки ротовой полости вопрос а почему надо делать именно дезинфекцию слизистой оболочки ротовой полости Давайте послушаем. Тупферы смочить в лимонном соке и просто до конца пройти наши пазухи. Не пазухи, а носовые ходы. То есть, если имеется в окружающем пространстве инфекция, естественно, засасывается, прежде всего, через носовые ходы и попадает в организм. Аккуратненько, с двух сторон, и сделать это очень тщательно. Один раз, делая это, мы делаем дезинфекцию примерно на 3-4 дня. Потому что, даже если мы немедленно на следующий день подхватим снова этот вирус, он должен пройти инкубацию, которая занимает по крайней мере 4-5 дней. То есть, вот человек, который понимает, как действует вирус, как он развивается. И многие меня спрашивают, а вот как там что-то часто надо делать? Вот, пожалуйста, из знания того, как развивается механизм, допустим, воздействия вируса, можно уже сказать, что раз в 3-4 дня дезинфекцию. Чаще не надо. Что бы я еще хотел сказать? Если вы пьете лимонный сок, у некоторых людей очень слабая эмаль, например, у меня, сразу же возникает оскома. Поэтому, выпив лимонный сок, после него, видите, хотелось бы, так сказать, прополоскать еще рот. Или хотя бы, ну, через какое-то время. То есть, выпили лимонный сок, грубо говоря, подождали минутку. Я думаю, минутки достаточно для того, чтобы лимонный сок подействовал таким вот образом на все эти там вирусы. А потом, у кого слабая эмаль, значит, прополоскать рот. Слушаем дальше. Поэтому, если один раз в 2-3 дня мы сделаем эту смешную процедуру, простую процедуру, мы просто промоем горло лимонным соком, и мы просто дефицируем наши пазухи носа этим же веществом. Уничтожение вируса прекращает заболевание, и он уничтожается лимонным соком. Мы можем полностью прекратить эпидемию. И каждый вновь заразившийся человек с первыми симптомами, которые у него появляются, неважно какими, допустим, у него немножко появился насморк, или у него немного болит горло, с первым маленьким симптомом, который у него, нужно сделать эту процедуру. Ну вот видите, это не я вам говорю, что-то придумавший, а человек, который получил высшее медицинское образование в Одесском институте в советское время, который все-таки как-то, знаете, мыслит несколько нестандартно, потому что он хочет быть здоровым и просто лечить ради лечения. Лечить ради выздоровления или лечить ради лечения и получения прибыли. Это разные вещи. Говорит реальные вещи, которые можно делать. Но вот эту информацию, говорят, да ты что, да она нет. И, допустим, если бы я это еще сказал, да что там ты говоришь, такое-сякое, о-о-о-о. Ну, я думаю, этого человека тоже заплюют. Да, какой там лимонный сок, да, что там ты. Да, 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 да. Слушаем дальше. Эта процедура простая, не нужно никакого разрешения, никакого министерства, никакой фармакопии. Сделать такую процедуру всем вместе, мы бы уничтожили то, что сегодня приводит нас к состоянию эпидемии. То есть наличие человеческого резервуара вирусов. Вот к чему мы наконец-таки подошли. Мы общаемся с разными людьми, мы общаемся со своими родственниками, живем в одной семье, муж, жена, дети и так далее. Дети пошли в школу, там нахватались чего-то. Мы пошли на работу, нахватались там чего-то. И мы уже, оказывается, не окружающая среда, а сам человек является резервуаром, переносчиком вот этой всей инфекции. И простое средство не модная процедура, которая потом сгущает кровь. Подумайте, как это действует, модная процедура. И почему возникают различные осложнения. А вот простая вещь. Я не хочу сказать, что это стопроцентно будет действовать, стопроцентная панацея от этого. Но, по крайней мере, легко и просто все это проверить и попробовать. Также еще раз хочу подчеркнуть, что в данном случае, в окружающей нас жизни, самым опасным оказываются окружающие люди, которые переносят эту инфекцию. Они являются резервуаром. Кстати, модную процедуру сделали. Ну и что? Она как раз там и это, и тлеет это. Якобы она будет защищать. Она там уже внутри у вас. Отчего она будет защищать, когда вы ее уже, вам ее внесли? Вы как-то подумайте над этим делом. Очень хорошо. Дорогие друзья, каждый может это сделать. Выдавите сок двух лимонов. Половину я все-таки бы рекомендовал, даже больше половины. Я бы рекомендовал все-таки опускаем сок. И промываем себе носовые пазухи. Промываем тщательно, да. Прямое действие на вирус. Вирус слаб, вирус примитивен. Вирус действует только потому, что мы позволяем ему действовать. Друзья, я предлагаю всем принять участие в этом. Это очень просто. Все, что нам нужно, палочка, ватка и лимон. Лимонный сок могут выжимать абсолютно все. Выпили, промыли себе носовые пазухи. Вируса нет в крови. Вирус находится только в мукозе носоглотки. Мукозе носоглотки, это именно слизь. Слизи носоглотки. Всякое лекарство, которое мы сделали, оно не может подействовать. Даже если оно эффективно против вируса. Доктор Иосиф Воск, я еще раз благодарю вас за эту беседу. Я еще раз благодарю вас за те знания. Я, первое, что я сделаю, выйдя из эфира, это я выдавлю сок двух лимонов. Часть выпью, часть промою. Постараюсь сделать так, чтобы мои домашние этим занимались. Промойте нос. Я так говорю, детям нужно промывать, взрослым, пожилым людям обязательно, в обязательном порядке. Ну, вот такое вот видео. Так что, посмотрели, послушали, включили свою собственную голову и что-то решаете для себя. В отличие от большинства людей, и особенно богатых людей, которые так или иначе заработали колоссальные деньги, все это дело профукали на своем здоровье. Вот такие вот простые вещи, но эффективные. Их можно проверить, и их нужно проверить. Я буду об этом рассказывать на канале. Но вы не забывайте дедушку, который для вас что-то там делает такое полезное.